И о том, что получит Украина, что за оружие к нам идет, мы будем говорить сейчас, во время прямого включения, с военным экспертом, политологом Михаилом Самусим. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Михаил. Михаил, у меня вопрос, наверное, я попросила Сашу специально уступить, мне дать слово, потому что я хотела задать вопрос, как девочка, чтобы вы пояснили простыми словами мне и обычному украинцу, что мы получим. Я понимаю, что, наверное, сложно, это будет какая-то техническая специфика, но просто вот коротко, что вчера изменилось, что Рамштайн даст нам и что мы будем иметь на руках? Ну, самое главное нужно понимать, что Рамштайн это координационный орган, это такая структура, которая координирует помощь для того, чтобы те 47 стран, которые хотят помогать Украине, не делали лишнюю работу, скажем так. То есть можно же, чтобы 47 стран выходили в двустороннем формате на Министерство обороны Украины и каждая предлагала свои возможности. В таком случае возможно дублирование, возможно неэффективное использование тех ресурсов, которые есть у этих стран. А в таком формате, координационном, рамштайнском, можно достигать синергии. Поэтому если мы говорим о важности, о в чем же польза конкретно формата Рамштайн, это именно в координации. Здесь речь идет больше не о конкретных типах вооружения, а именно о том, чтобы все эти страны координировали при лидерстве, конечно, США, координировали свои действия при поставках вооружений Украине. Если говорить о конкретных типах, то в принципе идет продолжение поставки тех видов вооружений, которые нам поставлялись. Это артиллерия, 155 мм, это поставки боеприпасов к этой артиллерии. Подожди, я хотела бы акцентировать на том, что именно артиллерия была, скажем так, слабым местом. И вот сейчас мы можем говорить о том, что мы получили именно то, что нам нужно было, то, что мы просили. Это даже не слабое место. Дело в том, что у нас артиллерия советская остается в основном. То есть те основные вооружения, которые стоят в наших подразделениях, это советская артиллерия. Она просто физически выходит уже из строя, потому что она старая, она выходит за сроки использования. И уже 50-60 лет, поэтому мы сейчас с колес переходим на артиллерию стандартов НАТО. И в этом есть самая главная польза от того, что происходит в Ромштайне, потому что мы собираем со стран НАТО ту артиллерию, которую они могут нам передать. Отличная ситуация в том, что вся артиллерия в странах НАТО, она стандартизирована. И поэтому даже если эта артиллерия называется по-разному, но она использует на самом деле боеприпасы одинаковые. И в принципе обслуживание и использование очень похожи. Поэтому в этом случае, даже если мы получаем артиллерию из Соединенных Штатов, из Франции или из Дании, в любом случае эта артиллерия уже знакома украинским артиллеристам, и она может быть использована очень быстро на передовых линиях. Что еще важно, это вертолеты. И вот то, что сказал министр обороны США, Словакия передала нам ракеты. Я думаю, что это ракеты к зенитно-ракетным комплексам С-300, потому что до этого Словакия передала как раз свои комплексы, именно противовоздушные. Это очень важно тоже. Михаил, ну давайте если говорить конкретно, вот про Химарс мы сколько недель говорили в эфире, вроде как 18 их передают штук. И насколько я понял, также будет еще из Германии РСЗО Марс, так называемый, это М270. Они чем-то похожи, их три единицы. Других данных я не нашел по количеству РСЗО. Вроде как немецкие и... Ну в общей сложности, да, вот британских, немецких, американских 18 штук. Насколько я понял, что это два дивизиона. Объясните, как это может поменять ход военных действий, на каких направлениях мы можем это использовать и когда? Потому что вроде как только к августу будут самые основные поставки. Да, здесь нужно понимать, что есть технология поставки, сроки. Например, Хаймарс он легче, он 16 тонн весит, а тот же М270 он весит 26 тонн. Поэтому его доставить самолетами в массовом порядке очень сложно. То есть они будут доставляться морским путем или доставляются, я бы так сказал. Поэтому действительно мы можем говорить о июле-августе уже в больших количествах тех, которые достаточны. 18 штук, конечно, ситуацию не поменяют стратегически, но их можно использовать на некоторых направлениях, где нужно подготовить поле боя для проведения контр-вступательных действий. Например, на Херсонском направлении очень важно иметь такие системы для того, чтобы перебить поставки, перебить снабжение группировок, которое находится в этом районе, систему управления, командные пункты, склады боеприпасов, которые находятся глубже, чем, например, наша артиллерия, даже американская, она может бить на 30 километров, а эти системы управления и снабжения могут находиться и в 80 километров. Поэтому это очень важно как раз уничтожить эти системы на такой глубине и таким образом подготовить поле боя для проведения контр-вступательных действий. Хорошо. Если мы говорим про орудия 155 миллиметров, тоже, как в количестве 18, нам их дает Канада, Польша, Нидерланды. Насколько я понимаю, это пока все не приехало, но было согласовано. И вот они позволяют получить какое-то локальное преимущество. Опять-таки, если ссылаясь на слова Алексея Арестовича, он сказал, что нам нужно в 2-3 раза больше, но это уже создаст какие-то проблемы для российской группировки. Можете оценить этот вид вооружения, где мы можем применить и каких результатов добиться? Ну, это как раз речь о основной артиллерии, то есть о том, что я говорил. То есть у нас советская артиллерия, а мы сейчас меняем ее на натовскую артиллерию 155 миллиметров. И в чем ее преимущество? В том, что это современное устройство, я бы так сказал, то есть это не просто кусок железа, как советская пушка. Это уже девайс, оснащенный в том числе системой управления и наведения. Она очень легко наводится по координатам целей противника, может быть подключена к системе управления. И таким образом уничтожение противника по точным координатам, которые предоставляются разведкой с беспилотников и другими средствами, например, радарами контрбатарейной борьбы, происходит очень быстро. А быстрота, это сейчас очень важно, потому что нельзя находиться на позиции длительное время, противник тебя может обнаружить теми же беспилотниками и уничтожить в ходе контрбатарейной борьбы. Поэтому пришли, 5 минут отработали, ушли, при этом уничтожив противника, это очень важно. Но вот это мы как раз видим сейчас, да? Я насколько понимаю, если вы видите изображение на экране, это вроде как вот эти 155-миллиметровые гаубицы. Хорошо, Михаил, а скажите, пожалуйста, вот о чем еще. От нескольких стран были анонсы по поводу поставки как раз вот этих САУ. Чем они, возможно, отличаются и почему опять-таки не в таком большом количестве? Вот сейчас я вам скажу, какое было последнее сообщение. Значит, Британия передает 20 гаубиц М109, это калибр 155. Франция передает САУ Цезарь и, в принципе, Словакия передает боеприпасы для Градов. Вот если мы сравним Цезарь, да, М109 и Град, что из этого наиболее эффективно, наиболее современно сейчас, и мы можем использовать, учитывая, что у нас-то, в принципе, количество в личном составе меньше, мы людей бережем? Ну, Град сразу это советская система, это то, что у нас есть, и это будет просто использоваться уже и существующими системами Град. То есть это как бы боеприпасы, которые находятся в Словакии, они передают нам. Если говорить о М109, это основная САУ, в том числе в Соединенных Штатах, это 155 миллиметров. Система, в принципе, уже находится длительное время на вооружении и Соединенных Штатов, и стран НАТО. Поэтому эта система очень эффективная в том плане, что, опять же, может быть очень быстро использована, это мобильная система. Но в чем ее может быть отличие, например, от Цезаря? Цезарь – это САУ на колесной базе, и она более современная в том плане, что это французская система, которая использует уже последние достижения техники, скажем так, технологии и так далее. М109 – система более старая, но она, естественно, отличается от советской и явно в лучшую сторону. Михаил, а скажите, они могут помочь именно в контрнаступлении, или это исключительно для удержания позиций можно использовать? Потому что, насколько мы слышим по эфирам, то, по сути, без ракетных систем залпового огня очень тяжело перейти в полномасштабное наступление, чтобы декупировать хотя бы часть территории, которые сейчас захватываются. Они, конечно, могут помочь, естественно, это одно из основных вооружений, видов вооружений. Дело в том, что пока Россия преобладает в количестве. Да, у них артиллерия хуже, она советская, она бьет на ближние дистанции по сравнению, например, с Цезарем. У Цезаря есть возможность использовать снаряды, высокоточные снаряды, которые бьют на 40 километров, например. Советская артиллерия, конечно, такое не может показывать такие результаты, там, 20 километров максимум. И поэтому кон-батарейной борьбе Цезарь, конечно, очень эффективны, потому что они могут, не входя в радиус действия артиллерии противника, уничтожать эту артиллерию, что очень важно для организации любого типа боя, как обороны, так и контрнаступления и наступления. Но в том-то и дело, что у нас пока по количеству не хватает. Мы были опубликованы, в том числе, Офисом Президента цифры, тысячу артиллерийских систем. Почему тысячу? Ну, цифра, конечно, примерная, но показывает порядок. Вот нам нужно тысячу таких систем в сумме, М-777, М-109, Цезарь и так далее, для того, чтобы иметь возможность эффективно использовать ее против российских войск в наступлении. Если же говорить о Хаймарс М-270, конечно... Ну, Цезарь, как раз мы сейчас показываем французские, которые якобы передают Украине. Вот так выглядит. Довольно мощная со стороны установка. Да, она очень мобильная, она легкая и очень, скажем так, автоматизированная. То есть личный состав, который ее обслуживает, очень хвалят эти системы, потому что они, ну, сделаны для людей, скажем так. Ну, как западная техника, в отличие от советской. Михаил, и вот еще такой вопрос. Насколько было понятно со вчерашних заявлений европейских лидеров, они где-то были похожи на то, что уже говорила американская сторона, что вооружение будет, но все равно не будем вас вооружать настолько, чтобы вы не могли добросить до России. Ну, то есть нас вооружают, но все равно как бы осторожно. Это мнение, это показалось так или есть действительно причины для того, чтобы так говорить? И тем не менее, вот Столтенберг на саммите ожидает, что на саммите НАТО Украину переведут на стандарты НАТОвские, на уже более новые. Ну, то есть как бы к чему мы идем, что мы получили и к чему мы идем на самом деле? Ну, мы идем к тому, что мы будем действительно переходить на стандарты НАТО. То есть мы сейчас с колес переходим на стандарты НАТО. Мы убираем советскую артиллерию, советские системы вооружений и заводим подразделения уже как бы в полном составе подразделения, переходит на артиллерию НАТОвскую, на боеприпасы, на боевые машины и так далее. То есть система управления. Хотелось бы, конечно, еще авиацию НАТОвскую получить. Хотелось бы побольше систем, ракетных систем залпового огня. Ну и, естественно, противоракетную и противовоздушную оборону, о которой мы давно говорим. Но, к сожалению, пока не принято, я так понимаю, политическое решение, хотя я не могу этого объяснить. С точки зрения, почему нам не дают дальнобойных систем, я думаю, что здесь все-таки это не из-за того, что нам не доверяют или из-за того, что не хотят, чтобы мы победили. Есть определенные стадии процесса. То есть украинские военнослужащие сейчас обучаются пользоваться теми же Хаймарсами. И как только будет достаточное количество обученного личного состава, инструкторов украинских, эти поставки будут увеличиваться. Кроме того, просто хотел бы опять напомнить, это часто обсуждалось, в принципе, где-то так недельку назад, что те же МЛРС Хаймарс или М270 – это платформы. А вот боеприпасы, которые к ним могут использоваться, они могут быстро доставляться, они могут использоваться как модули на различное расстояние. То есть может быть номенклатура боеприпасов 80 километров, может быть номенклатура боеприпасов 300 километров. И здесь главное – обучить личный состав и доставить саму платформу, потому что она тяжелая, и нужно потратить определенные усилия для того, чтобы организовать эту логистику. Для того, чтобы доставить боеприпасы, это все можно решить быстрее. Грузится на самолет, и буквально через несколько часов уже эти боеприпасы находятся в пути в Украину. Поэтому здесь, я думаю, это впечатление, что Запад не хочет нас вооружать или не хочет нам давать победить. Есть определенные процессы. Нам было важно, чтобы вы это сказали. Закон и процессы, да. Эксперт, мнение ваше. Ну, также, да, возможно, будут какие-то неофициальные поставки, которых мы не знаем. Будем комментировать, по крайней мере, то, что видим в СМИ. На это и надеемся. Спасибо огромное. Михаил Самусь, военный эксперт, был с нами на связи.